Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 24 июня. Вот вчера я обрабатывала вот эти томаты борной кислотой. И такой шквал комментариев пришел под это видео, люди пишут. И поэтому я решила еще пояснение снять. Снять видео пояснение. Потому что такие комментарии сразу же пишет Айзонат Иммунаева. Я специально выписала, сейчас вам прочитаю. Люди, 10 грамм на 10 литров это много, нужно всего 1,5-2 грамма. Ей тут же отвечает Ольга Колесник. Да что вы говорите, у меня садовая борная кислота, и там для томатов написано 10 грамм на 10 литров. Есть борная кислота аптечная, а сейчас уже делают специально садовую. И там специальная инструкция по применению. Действительно, 10 грамм на 10 литров. Денис Захарченко пишет. Вы что 10 грамм на ведро? Норма? Пол чайной ложки на ведро. Пишет Ирина Кузнецова. Всю жизнь делала 1 грамм на литр. На ведро 1 пакетик. Для томатов. Ну для огурцов она пишет, что немного разбавляла. Вот я сейчас пройду по рядам специально и покажу, как чувствуют себя томаты. После того, как я их обработала вчера дозировкой 10 граммов на 10 литров. Которую многие считают опасной, непозволительной для томатов. Не знаю, чего они опасаются. Они думают, наверное, что томаты умрут. Вот видите, у нас вчера была температура 33-35. Если пройтись по всему ряду, то видно, что томаты стоят зеленые, листья у них расправленные, не скрученные. Если бы эта дозировка была опасная для томатов, то они бы уже при такой температуре, выше 30 градусов, они вчера сразу бы сгорели, пожелтели и листья бы скрутились. Видите, они стоят. Вот этот же ряд, я же при вас опрыскивала. Так что не бойтесь. Ну, у нас, как и в жизни, сколько людей, столько мнений. И почти каждый человек считает свое мнение единственно правильным, единственно верным. Вот как Денис Захарченко написал норма пол чайной ложки на ведро. Где он прочитал эту норму? В каком госте? Или какой-то есть закон? И вот, например, если 10 грамм на ведро хотя бы написано на пачке, некоторые люди прочитали на пачках именно в инструкции, то вот к аптечной, например, борной кислоте нет никаких инструкций. И все. Что я хочу сказать? Конечно, это самая большая дозировка. Больше этого 10 грамм на 10 литров уже делать не нужно. И, естественно, я бы посоветовала начинающим садоводам-огородникам такую большую дозировку не применять. Если вы не уверены в своих, как сказать, в своем опыте, в своих знаниях, если не уверены, что сможете соблюсти все условия обработки при такой большой концентрации, то лучше, конечно, выбирать меньшую. Кто смотрит мои видеоролики, они, наверное, видели, что я в теплице, когда обрабатывала, применяла дозировку намного меньше, потому что я понимаю, у меня уже есть опыт, есть знания, я понимаю, что в открытом грунте и рано-рано утром или поздно вечером можно применить более концентрированный раствор. А вот в теплице я уже не рискну. Например, утром, накануне жаркого дня, я не рискну сделать 10 грамм на 10 литров, потому что я все-таки опасаюсь, что вдруг эти капли борной кислоты не успеют высохнуть, и солнце, которое выглядывает, там, ну, короче, там очень быстро поднимается температура, и вот эти капли, которые не успевают высыхать, они могут прижечь листья. А на улице немножко ветерок, она высыхает очень быстро, никакого ущерба она не приносит моим растениям. Ну и дело в том, что, конечно, если вы не уверены, если вы любите, ну как, не то, что любите, а такие большие концентрации боитесь делать, то не применяйте, да. Это уже делают опытные огородники. Вот все, что я хотела сказать, я хочу сказать, что никакой нормы применения там пол чайной ложки или 2 грамма на ведро нигде не зафиксировано, никакими не уставами, не густами. Это народные средства. Люди делают все это произвольно, но выбирая для себя дозировку, каждый должен знать, что он, только он отвечает вот за последствия, и выбирая дозировку, знайте, что если вы выбираете большую дозировку, вы должны знать, что нельзя в жаркую, в солнечную погоду, нельзя в теплице превышать дозировку. Нужно быть очень осторожным, но дозировки бывают разные, не только 2 грамма на ведро или 4 грамма на ведро, но и 10 граммов на ведро 10-литровое, это тоже дозировка, которая применяется, которая безвредна, безопасна в опытных руках. Все, до свидания, с вами была Ольга Чернова. Это разговор на тему при обработке, при опрыскивании борной кислотой, какую дозировку выбрать. Если вы начинающие, начинайте с малого. Спрашивают, вместо борной кислоты можно ли макбор применять? Да, можно. Можно применять вместо борной кислоты и зависть, и бутон, все средства, которые призваны повышать завязываемость наших томатов. Все, до свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!